Лен, посмотри, вот нашла два таких растения, написано шелковица. Такое вообще бывает в Подмосковье, чтобы у нас росла шелковица? Я как раз тебе хотела рассказать сегодня о шелковице, которую мы можем выращивать в средней полосе России. А сколько всего разновидностей шелковицы существует? Вообще в мире около 20 видов шелковицы, но условно ее делят на три вида. Белая, красная и черная. Это по ягодам что ли? Нет, по цвету коры. Вот ты посмотри, у нас это белая шелковица. И для средней зоны садоводства годится белая шелковица. Именно она выдерживает температуру до минус 30, а иной раз и минус 35 зимой. Хочешь сказать, что это скоро будет большим плодовым деревом? Сколько плодов времени-то дожидаться? Как у яблони 7 лет? Да не надо ничего дожидаться. Посмотри, плоды уже есть на этом маленьком саженце. Вернее сказать, саплодия. Когда ты сажаешь растение первые два года, чтобы оно хорошо прижилось, плоды удаляют. Нужно ли делать так с шелковицей? На шелковице не обязательно обрывать плоды. Если растение не может их выкормить, они опадут сами. Прям как будто такая неприхотливая, что все о Подмосковье должно быть в шелковице. А почему нет? Сейчас пройдем мой сад и все увидишь своими глазами. Вот она моя красавица. Мне такое впечатление, что я оказалась где-нибудь в Сингапуре, в ботаническом саду, в саду Бонсай. Как ты его формировала-то? Эта обрезка называется сформированием канделябров. А получается она за счет обрезки на внешнюю почку. И поэтому образуется такая замечательная форма. Ягоды будут? А в какое время-то ягоды появляются? Плоды появляются в начале лета. Созревают они не одновременно. В течение месяца можно наслаждаться сладкими, правда мелковатыми плодами. Я напомню, это декоративная форма, а у плодовых растений плоды достигают до 3 сантиметров в длину. Друзья мои, настоятельно рекомендую посадить у себя в саду такое же дерево. И будете не только наслаждаться таким диковинным его обликом, но и кушать сладкие ягоды. Причем долго. Действительно, шелковица долгожитель. Она может расти 200 и даже 300 лет. Поэтому плоды достанутся даже вашим правнукам. Редактор субтитров А.Семкин